Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. И сегодня я снимаю влог. Друзья, за эти годы у меня скопилось много информации по русскому языку, а также много фотографий с моих путешествий. Конечно, все эти файлы можно хранить на компьютере, записать на флешку или на жёсткий диск, но хочется иметь ещё одно надёжное место, и такое место есть в интернете – облако или диск. Но зачастую за дополнительные гигабайты нужно платить деньги. Если вы не хотите это делать, вы можете использовать несколько дисков в интернете, что я и делаю. И я использую три диска, потому что одного мне мало. Смотрите, первый диск – это Gmail.com. Здесь у нас 15 гигабайт. Второй диск – это Mail.ru. И здесь 8 гигабайт. И третий диск, который я использую – это Яндекс.ru. И здесь 10 гигабайт. Сегодня у меня на завтрак русское блюда – сырники. Для его приготовления мне понадобятся. Одна чайная ложка соды. Её нужно погасить уксусом. Добавить два яйца. Всю консистенцию хорошо взбить миксером или вилкой. Добавить две столовые ложки сахара, три столовые ложки муки. Всё хорошо размешать. В конце добавить примерно 490 г творога. Тесто хорошо размешать. Слепить, как на оладьи, выпекать на газовой или электрической плите на среднем огне минут пять. Потом перевернуть и жарить ещё минуты три. Сырники готовы. Их уже можно есть, но также вы можете есть их со сметаной или вареньем. Здесь у меня в тазу размораживается рыба. Сегодня я хочу найти какой-нибудь несложный рецепт в интернете и попробовать приготовить рыбные котлеты. Друзья, я уже показывала вам, какие упражнения я выполняю три раза в неделю, но есть упражнения, которые я делаю каждый день. Это упражнения на растяжку спины и несколько упражнений для проработки интимных мышц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, если вы давно смотрите мой канал, то вы знаете, что я переехала из Беларуси в Литву. Конечно, многие литовцы понимают русский язык и говорят на нём, но, к сожалению, иногда они притворяются, что ничего не понимают. Да, и молодёжь лучше говорит по-английски, чем по-русски. У меня появились вот такие детские карточки для изучения литовских слов. Но, к сожалению, я всё никак не могу найти время, чтобы начать изучать литовский язык. Я теперь каждый день учу английский язык в приложении Дуолинго. К сожалению, я не нашла такого приложения для изучения литовского языка. Уверена, что на Ютюбе есть много хороших каналов для изучения литовского языка. Но у меня пока руки не доходят поискать эти каналы. Друзья, не забывайте, что на моей странице на сайте Квизлет я составила для вас много блоков по различным темам для изучения новых русских слов. И я, наконец-то, нашла собеседницу для языкового обмена. Её зовут Анна, она репетитор по английскому языку из Италии. Анна учит меня английскому, а я учу её русскому языку. Анна, привет! Также у меня есть студент из Калифорнии. Благодаря ему я выучила много новых английских слов и выражений. Чарли, привет! Недавно у меня закончилась виза, и я как белоруска получила новую визу совершенно бесплатно здесь, в Литве. В департаменте миграции мне сказали, что сейчас Литва поддерживает белорусов, поэтому за визу денег не взяли. Также я подала документы на ВНЖ – временный вид на жительство. Теперь немного о жизни в Литве. Цены на одежду и продукты здесь такие же, как в Беларуси, но коммунальные услуги немного дороже. В Беларуси мы с мамой платили за двухкомнатную квартиру 40 долларов в месяц. В Литве это примерно 100-150 евро, но может быть и дороже. Вот что мне написала одна девушка о расходах в Литве. Мы снимаем квартиру в районе Антакальнис. Аренда стоит 40 евро в месяц, плюс коммуналка – 100-150 евро, плюс интернет – 20 евро в месяц, плюс телевидение – 10 евро в месяц. На продукты тратим около 50 евро в неделю, около 200 евро в месяц. Около 20 евро на бытовые товары по необходимости – стиральный порошок, зубная паста и тому подобное. Получается, на проживание мы тратим примерно 800 евро в месяц. Дополнительными расходами могут быть заправка автомобиля, покупка одежды, техники, косметические услуги, лекарства. В Литве средняя зарплата до вычета налогов, как мы говорим грязными, 1300 евро. В интернете я нашла информацию, что средняя зарплата в Беларуси примерно 500 долларов. Интересно, кто эти люди, которые зарабатывают 500 долларов в месяц? Я считаю, что у меня была средняя зарплата и выше 350 долларов я никогда не получала. И это в самые хорошие времена. С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Беларуси составила 400 белорусских рублей. Это 153 доллара. Чаще всего на завтрак у меня греческий йогурт, мюсли и ягоды или фрукты. Сейчас конец марта и вот такая погода за окном в Вильнюсе. Друзья, вы, наверное, заметили, что я подстригла волосы, и теперь они у меня намного короче. Но сейчас весна, так что ничего страшного, отрастут. Я хотела вам показать лайфхак. Нет, это не реклама Кока-колы. Если в вашей квартире, доме так же холодно, как в моей квартире, и у вас нет обогревателя, вы можете взять обычную пластиковую бутылку, налить в неё горячей воды и греться. Друзья, спасибо, что посмотрели моё видео. Желаю вам удачи в изучении русского языка и отличного настроения. Пока!